Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! И мы продолжаем говорить о беседе Христа с Никодимом. Видя, что Никодим все же до конца не понимает значения его слов, Господь объясняет, в чем именно состоит рождение от Духа, сравнивая способ этого рождения с ветром. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Дело в том, что еврейское слово «руах» и греческое «пневма» имеют два значения – ветер и дух. Человек слышит шум ветра, но не видит и не знает, откуда он приходит и куда несется, поскольку движение воздушных потоков ничуть не зависит от нашей воли. Подобно этому и действие возрождающего нас Духа Божия очевидно и ощутимо, но таинственно и необъяснимо. Не зная, как именно действует Дух, человек видит его преображающее воздействие на примере собственной жизни или жизни других людей. Однако Никодим, все еще не понимая слов Господа, вопрошает, как это может быть. В этих словах выражены и недоверие к словам Христа, и фарисейская гордыня с намерением все понять и объяснить. «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» – отвечает Христос с глубоким сожалением. «Если Никодим, один из учителей и руководителей израильского народа, настолько ослеплен буквой закона и пророчества, что не понимает их смысла, то чего же ожидать от самого народа? Ведь весь Ветхий Завет, все книги закона и пророков содержат в себе описание видимых действий Духа Божия и предсказания об особом проявлении его при пришествии Мессии. Чтобы убедить Никодима в истинности сказанного, нужно было объяснить ему, что с ним говорит не учитель, пришедший от Бога, а сам Бог. Понимая, что иудеям предстоит услышать многое из того, что нельзя понять умом, а нужно лишь принять сердцем и поверить, Христос замечает, «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Под земным подразумевается учение о необходимости возрождения, а под небесным – божественные тайны, которые выше всякого человеческого наблюдения и познания. Их можно получить лишь в дар от Бога. Они известны только Богу. И Иисусу Христу еще только предстоит явить их людям. Открывая тайну своего воплощения, Христос говорил, «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Его явление на земле в образе Сына Человеческого есть схождение от высшего состояния в нише, уничиженное, потому что его истинное вечное бытие не на земле, а на небе. Он некогда был скрыт на небесах, но теперь по великой любви и доброте Бога воплощен и предстал на земле как человек. И чтобы окончательно рассеять все ложные понятия фарисеев о Царстве Мессии, Господь открывает Никодиму тайну своего искупительного подвига. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В этих словах речь идет о знаменитой истории, описанной в 21 главе книги Чисел. «От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю Эдома, и стал малодушевствовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев, и помолился Моисею Господу о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе медного змея и выставь его на знамя. И если ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Греческий глагол «ипсосен» означает «быть поднятым, вознесенным или возвеличенным», а также «быть поднятым на крест, быть распятым». Христос был вознесен дважды – на крест и во славу во время Вознесения. И оба эти события тесно и неразрывно связаны, потому что одно не могло иметь места без другого. Ведь крест для Господа и Иисуса Христа явился одновременно и моментом Его прославления. Говоря о вечной жизни, Спаситель подразумевает истинную жизнь с Богом в новом веке, которая обретается через веру в Того, Кто будет распят и прославлен на кресте. В основе крестного подвига Сына Божия лежит любовь Бога к людям. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Этот стих представляет собой краткое изложение смысла всего благовестия. И здесь содержатся три великие истины. Во-первых, инициатором спасения людей является Бог. Во-вторых, причиной спасения являются не заслуги людей, а любовь и доброта Бога. В-третьих, любовь Бога безгранична и распространяется на все человечество, а не на какую-то его часть. Поскольку фарисеи думали, что дело Христа будет состоять в суде над иноверными народами, Господь поясняет. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Так как Бог послал Сына спасти мир, то из этого следует, что спасение мира возможно лишь через веру во Христа. Но каждый человек сам делает выбор принять спасение и тем самым поверить или отказаться и не поверить. Человек ответственен за свой выбор. Именно об этом и говорят следующие слова. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Неверующий, то есть отказавшийся поверить и продолжающий упорствовать в своем заблуждении, сделал свой выбор и сам совершил над собой суд, не дожидаясь окончательного суда в последний день. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. «Свет пришел во тьму грешного мира, чтобы осветить и спасти, но люди, творящие злые дела, предпочли тьму». Таким образом, люди сами производят разделение и совершают над собой суд. И это происходит здесь и сейчас, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Только при свете становится ясно, что в действительности представляет собой человек. Одни, любящие тьму и ненавидящие свет, боятся обнаружения своих злых дел и осуждают сами себя. Другие же, любящие Христа и творящие добро, не боятся обличения своих дел и идут к озарившему их свету. Человек, идущий к свету, видит красоту и правду Божию, не в человеческой мудрости, а в Божьей любви. Таким образом, вся жизнь человека меняется, перед ним отворяются двери небесного царства. Ведь спасение не награда от Бога за праведные дела, но состояние души, в котором человек, соединившись с Богом, еще в земной жизни, во всей полноте, соединяется с Ним в вечности. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благословя, Господи! Продолжение следует...